Продолжаем. Часть вторая. В этой части видео мы пересадим здоровые азиатские орхидеи, у которых корни уже настолько выросли, что выползли бы, наверное, из горшочка, если бы нашли бы место. Они его прям не нашли. Вот здесь даже корешки подняли субстрат. На такой степени им не хватает места. И мы сегодня их пересадим. Сегодня день благоприятный для пересадок. Я посмотрела. Да. И, ну, как бы, конечно, это конец февраля, но, тем не менее, ждать уже не могу, потому что я переживаю за эти орхидейки, мне боязно. Тем более, вот эта орхидея потеряла два листика, и вот здесь вот есть какая-то чернота. Сейчас мы с вами посмотрим, что это такое. И первый этап. Мы определились, какие орхидеи мы пересаживаем и почему. Мы занимаемся вот этими двумя красивыми орхидеями. Вот одна, вот вторая. И первое, что мы делаем. Второй этап. Мы вынимаем орхидеи из горшочка и освобождаем их. Ох, 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 как тяжело! От старого мха. Ну, мух здесь действительно уже, ну, такой, видавший виды. И поэтому, о, здесь прямо у нас, друзья мои, корней, поскольку много, то у нас тут все понапихано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Освободила я корешки от старого мха, от старого субстрата. Вот эти вообще хорошенькие, вот у этой орхидеи все хорошо. У этой орхидеи немножечко другая ситуация. Здесь, смотрите, с одного края все корешки хорошие, а с другого края, видите, тут подгнилые виламены, они тут в плохом состоянии. И, в принципе, эта орхидея у меня тут два листа на днях сбросила. И я думаю, что нам ее надо будет обработать. Но сейчас разберемся. Следующий этап. Нужно зачистить корешки от гниля, то есть от гниловой виламены, вот я тут уже начала зачищать. И от различных там вот каких-то остатков листиков и так далее. То есть нам нужно шейку почистить. Для этого мы берем чистые инструменты, которые были обработаны. Я в прошлом видео рассказала, как и почему. И сейчас мы будем с вами зачищать, чтобы у нас ничего не оставалось. Никаких вот таких, знаете, книющих частей, которые потом могут стать рассадником всяческой экиблизнеторной патогенной флоры. Нам зачем это? Я бы сказала микрофлоры. Ну, а что вы меня поняли? Для новичков, что я делаю? Значит, смотрите, мало того, что я освободила от грунта орхидейку, я сейчас вот здесь вот везде вот убираю, допустим, остатки мха. Аккуратно мы не травмируем корешки. И вот здесь вот, например, вот оставьте листика, вот вижу я. Вот это все я убираю, потому что это все не надо нам. Это все пусть идет у нас мусорное ведро. Так, смотрите, что здесь. Здесь у нас вот эти тяжи. Я их отстригу. Тяжи это центральная часть, вот она осевая, осевой стяжей, центральная часть корня. Они беленькие, они хорошенькие, но без виламена. Вот это вот виламена сверху. Они очень быстро рассыпаются. Поэтому, поскольку корней нам хватает, я их просто уберу отстригом аккуратненько. Так, постоянно нужны какие-то инструменты. Вот обязательно секатор. У меня специально для орхидеи, чем отличается. У него кончики, ну понятно, ну остро закругленные, чтобы не травмировать орхидею. Посмотрите, видите, они закруглены кверху. Это очень удобно. Так, я срезала все эти же, как вы увидели, да. Здесь, в общем-то, все чистенько. Здесь вот листик у меня, у этой орхидейки, как-то желтел нехорошо. Я бы не сказала, что он желтел, конечно, от основания. Потому что орхидеи, листья по-разному желтеют. И если листик желтеет от кончика, это нормально. Если от основания, это не нормально. Про это тоже есть видео на канале. И ссылки на все видео, на которые я буду ссылаться вот сейчас в процессе этого видео. Ну так, связанные по смыслу. Будут внизу в описании. Обязательно смотрите, потому что это все полезная информация, которая будет вам поддержку к этому видео. Ну все, я почистила вот как бы все. В принципе, ничего такого криминального я здесь не вижу. Я переживала, что вот здесь вот какая-то чернота. Но мне кажется, она какая-то поверхностная. Да, она поверхностная. Поэтому мы обработаем, конечно, но не так, как я думала. Но все, я зачистила. Смотрите, чистенько все. Вот если вот где-то остались вот остаточки мха, да пусть они останутся в ресторане. Вторая пошла. Вторая более-менее чистая. Ну в том смысле, что совсем здоровая. И в том смысле, что не надо здесь никакие остатки от листиков тут у нее убирать. Потому что их просто тупо нет. Вот он, фласочный листочек самый первый. Мы с вами сейчас пересаживаем подростков. Это не взрослые орхидейки, это маленькие орхидейки. Первый их домик был фласка. Про размножение орхидеи у меня тоже есть видео. Во фласочном состоянии они в специальной среде из семян выводятся производителями. А потом их пересаживают вот в такие вот стакашки. Первый стакашек 1,7. Есть про это видео, что такое стакашки. 1,7, 2,5, 3,0 дюйма. Это самый первый отдельный домик, когда орхидея живет одна. Сама без субстрата вот этого вот питательного, в котором она росла во фласке. В этом ясельном возрасте, скажем так. И вот сейчас она в малышковом возрасте. Я, знаете, что делаю? Я убираю мох от шейки. Ну как бы не хочу я, чтобы он там был. И подобраться здесь корней много, подобраться сложно. Поэтому аккуратненько мы никуда не торопимся. Если вас прибешивает, вы можете перематывать. У меня есть тайм-коды. Вы их там видите. И в описании эти тайм-коды есть. То есть вы можете посмотреть видео с той минуты, с которой вам удобно смотреть, с которой вам интересно смотреть. Это такая функция у Ютуба классная. То есть не смотрите все подряд. А смотрите только то, что вам интересно. Ну или не смотрите, если вам не интересно вообще ничего. Блогеров хватает. Так, вот смотрите, вот это вот все. Вот это вот сейчас я срежу. Так, слушайте, вы видели, что я делала-то вообще, да? Наверное, видели. Так, вот так. Видите, здесь вот веламен сгнил на кончике. Смотрите, как я срезаю. Я его срежу, потому что этот тяж развалится. Он развалится, он все равно не нужен. Вот так, чтобы не задевать живую ткань. Видите? Опа! Живой ткани нету. Не травмируем. Стараемся не травмировать орхидею в лишний раз. Зачем мы все вот так? Мы срежем кончики, которые мне не нравятся. Вот он здесь тоже. Немножечко. Вот и здесь такая же история. Ну все, тут все хорошо. Орхидеи все хорошо. Эта орхидейка прекрасна. Эта орхидейка прекрасна. Слушайте, что за сорт? Это, в общем, такая... Ой, ну какая красивая. Видите, безымяжка. Это гибрид. Про гибриды, вообще про фаленопсисы. На какие группы они делятся. На какие виды есть гибридизации. И какие я рекомендую приобретать начинающим архоманам. Потому что они устойчивые и легко их выращивать. И на них учиться, так сказать, выращивать орхидеи. Нарабатывать свой опыт. Все есть в отдельных видео. Все ссылки будут в описании. Так, что мы тут видим? Ну все, я больше ничего делать не буду. Здесь все хорошо. Мы с вами зачи... Ну тут, конечно, есть что-то убирать. Но я прям ничего не вижу. Я боюсь поранить. Нам не надо ранить орхидеи. Это корешки. Веламин не надо ранить. Вот еще, видите, этот тяж. Веламин тут сгнил. И вот этот кончик я срезу. Корней хватает. Поэтому нам тяжи здесь не важные. Все? Что? Отлично. Этот листик я бы, наверное, даже убрала. Хотя у нас тут всего три листика. Ладно, пусть он будет. Значит, смотрите. Орхидея кушает листья. Вы часто можете столкнуться на просторах YouTube у блогеров с таким высказыванием. Что это такое? И это, я вам сейчас скажу, это, конечно, образно, но и почти буквально. Дело в том, что у орхидеи все ее зеленые части для нее являются кормом. В экстремальной ситуации, в ситуации, когда орхидеи не хватает питательных веществ, она начинает есть листья. И если это здоровым образом происходит, то листик начинает желтеть с кончика. И вот так постепенно, постепенно, постепенно к стволику. Иногда орхидея отсушивает листья, потому что их уже срок жизни, так сказать, истек. То есть лист отпадает, ну, как по естественным причинам. И все равно она этот лист съест. То есть все питательные вещества, которые она накопила в этом листочке, она сначала съест, то есть использует. И листик потихоньку-потихоньку отсушится, потихоньку-потихоньку завянет и отвалится. Вот так вот это происходит. Поэтому есть такое высказывание, орхидея кушает листик. Все. Ну, вот как-то так. Все, орхидеи у меня готовы к дальнейшим действиям. Вот это вот я все собираю и выбрасываю. Я это делаю вот всегда так. Не очень много мы там челку зачистили, так что такие пироги. Так, что мы делаем дальше? Если необходимо, то орхидеи обрабатываются. Обрабатываются по разным причинам. Мы различные препараты можем стимулировать их, для того, чтобы они там прижились новой посадки и как-то дальше развивались. Либо мы их лечим, как в предыдущей части видео. Мы лечили орхидеи, потому что они ослабленные были. Либо вот сейчас будет другая история. Здесь мы полечим вот эту орхидею. С этой мы ничего делать не будем. Я не буду ни стимулировать, ни лечить, ничего. Вот прям так и посажу. Здоровая, хорошая орхидея. Здесь, поскольку здесь были проблемы, вот с этой стороны, помните, да, я вам говорила, что все корешки пропали, а здесь все корешки хорошие. То есть орхидея вот с одной стороны, видимо, иммунитет хороший, она прекрасно сопротивляется какой-то заразе, который пытается ее одолеть. Мы сейчас ей поможем избавиться от этой дряни, которая ее жрет. Ну или не жрет, она латентная, без разницы. Погнали, следующий этап, обработка орхидеи перед посадкой. У меня есть вот такой препарат, биологический фунгицид. В данном случае его будет достаточно, потому что орхидея хорошо сопротивляется. Огонь препарат для защиты растений от грибковых и бактериальных болезней. Содержит он две бактерии. Бацилиус субтилиус и триходерма верида. Очень рекомендую вам иметь его, вот такой препарат у себя в аптечке орхидейной. Про этот порошочек, про эти бактерии, вы сейчас на экране видите, что это, какими свойствами обладает. И тут вот написано, что профилактика и лечение грибных бактериальных заболеваний, мученистая роса, фитофтороз, ложная мученистая роса, корневые гнили, фузырозное увядание, в общем, тут море, море, парша. Очень много болезней. Называется двойное воздействие. Что я буду делать? Сейчас я возьму, вот как это, прям буквально чуть-чуть порошочка, прям вот на кисточку. У меня русская народная кисточка от ребеночка осталась. После его, после использования этой кисточки по назначению. Первое назначение это ИЗО. Ей сначала рисовали, теперь она досталась мне. Ей очень удобно пользоваться. Что теперь я делаю? Так, показываю. Я сюда буквально прямо капелюшечку брызнула дички, капельку прямо, оп, брызнула, опс, брызнула все. Так, чтобы у нас была кашица, прям кашица, прямо вот суспензия такая кашеобразная. Вот видите, прямо каша. И сейчас мы этой кашицей ненавязчиво всю вот эту шеечку, я всю шеечку обработаю на всякий пожарный, знаете, лишнего не будет, как я всегда говорю. Потому что вот прям я ее эту кашу сюда прямо втираю. Потому что, видите, она здесь такая, прям каша, как густая. Это каша, которую дети не любят. Кашу любят дети, которые жирненько. Ну я, по крайней мере, так любила, и мои детки так любили. Вот, мы ее сюда прямо, знаете, это прям втерли. Так, все видно, да? Видно. Отлично. И пусть она будет на шейке. Мы прям все используем. Все в дом. Все в дом. Ничего не пропадает. Знаете, это все полезно. Тем более, это биофунгицид. Он не фитотоксичен. Это бактерии. Они попадут еще у нас туда в грунт, в грунте поработают. Это хорошая история. Знаете, что я, наверное, еще немножечко сюда отосилен просто, чтобы дозамазать, скажем так. Вот это вот розовое стало. Эта вот кисточка у меня от Максима непромываемая. Я ее драю всячески. Все равно Максим не вымывается, где-нибудь достается чуть-чуть. Хотя я очень хорошо обрабатываю инструменты после того, как я работаю с ними, с другими растениями. Я не использую инструменты повторно, потому что можно перенести какую-нибудь заразу. Поэтому аккуратненько с этим, пожалуйста, будьте инструменты. Старайтесь обрабатывать. Я обрабатываю стопроцентный. У меня ехал. Почему стопроцентный? 96-процентный медицинский спирт не в свое время подарили целый ящик. Прям подарили, не поверите. И я им пользуюсь направо-налево. Так удобно. Так, это знаете что? Это у нас тут моху нам мешает. Знаете, вот так кисточка везде прямо. Она, видите, мягонько, она везде попадает. Все. Теперь это все у нас сохнет. Очень хороший препарат. Рекомендую. Настоятельно причем рекомендую, потому что, знаете, вот надо иметь аптечку. Вот все как у людей. Я всегда так говорю. У вас же дома есть аптечка на всякий пожарный? Если вы решили пополнить ряды архолюбителей, архоманов, аптечку для растений придется завести. Все. Сохнем. Следующий этап. Пока наша ольхуша сохнет, мы выбираем с вами компоненты грунта. Ну, горшочки мы уже подготовили, поэтому этот этап мы с вами пропустим. Посмотрите, в первой части видео я показывала, как я готовлю горшочки. Почему вот такие отверстия. Посмотрите, да, здесь вот их больше. Здесь их меньше. А здесь их вообще нет на верхней части стакана. Почему мы выбрали именно вот эти вот, ну скажем так, горшочки, но это стаканчики для посадки данных орхидеи. Тоже смотрите в первой части видео. А сейчас компоненты грунта. Какие компоненты грунта я буду использовать для посадки здоровых азиатских орхидеев? Камушки. Они обработаны камней и керамзит. Обработаны специальным образом. В видео в описании внизу будет ссылка на то, как я обрабатываю камни и почему я использую камни в посадках с орхидеей. Буду использовать обязательно кокосовое волокно. Буду использовать кору мелкой фракции и буду использовать кору крупной фракции. Это еще не все. Мы будем использовать обязательно мох. Но мох у меня закончился живой на предыдущем видео благополучно. Поэтому мы будем с вами использовать сухой мох. Он прекрасно работает в грунте. Живой конечно получше, но сухой. Вот посмотрите как он у нас. Такой здоровый, классный мох. Мы с вами лето будем покупать мох живой. Я вам расскажу где. Я даже уже знаю где я выбрала этого поставщика. И сейчас мы с вами приступим к следующему этапу. Посадка. На дно я укладываю камни. Видите какое здесь большое отверстие. Ну я нечаянно его сделала. Это было в предыдущие разы. Видимо мне так надо было. Камушки мы берем достаточно большие. Поэтому это отверстие у нас закроется камнями. Ничего у нас туда не выбрается. Я очень люблю использовать посадку в камни. Утяжеляет конструкцию. Вообще очень много функций камней выполняют посадка с орхидеями. Обязательно посмотрите видео про это. Я уже не буду на это тратить здесь время. Ну все уже снято. Есть надлежащие. Прям такие знаете в формате быстро, интересно. И еще вместе с камнями я использую естественно керамзит. Могу использовать вот уголек. Вообще не проблема. Я как бы не парюсь по этому поводу. Хотя раньше уголь я использовала прямо много. И часто. Сейчас меньше использую. Вообще уголь играет в посадке роль абсорбента. Мы когда с вами отравляемся, чего мы пьем? Активированный уголь. Ну вот примерно та же самая история. Та же самая функция этого угля в посадке с орхидеями. Каждый субстрат у меня для орхидей сложный. Составной. Я люблю такие грунты. Потому что каждый компонент этого сложного субстрата, он несет в себе определенную нагрузку. Камни посмотрите видео. Ну и утяжеляют в том числе эту конструкцию. Керамзит, он свои свойства имеет. Его здесь немного. Раньше вообще керамзит использовала. Много. Сейчас, например, когда европеек сажу, вообще уже даже не использую керамзит. И прекрасно орхидеи растут. Просто великолепно. Век живи, век учись. Ну и вот как-то так. Камушки все обработаны надлежащие. Поэтому я их использую смело. А собираю я камни в наших башкирских лесах. Посмотрите. Уровень дренажа, дренажного слоя. Вот как раз его уровень. Ну чуть лучше я его, конечно, сделала. Я сделала очень много отверстий. Чтобы происходила вентиляция. У нас корни орхидеи очень любят вентиляцию. Нам нельзя ни в коем случае орхидейки садить в воздухонепроницаемый субстрат. Субстрат должен быть воздухопроницаемый, легкий. Воздушный. Все делается для этого. Так, ну все что ли? Ну да. Ой, я люблю этот процесс. Я прямо, знаете, медитирую, когда я это делаю. Все. Дренажный слой. Готов. Следующий слой, который я укладываю, он тоже выполняет две функции. Это кокосовое волокно. Это и дренажный, и аэрируемый слой посадки. Вот я его прям распухлявливаю вот так сильно. Закручиваю, чтобы он не слеживался в посадке. И создавал нам движение воздуха внутри, внизу. Как раз там, где обычно субстрат слеживается. Нам это не надо. Со временем мы же вот посадку делаем сейчас, ну как бы на года три. По-хорошему это года три. Раз в три года пересаживают орхидеи. У меня есть орхидеи, которые растут больше, чем три года в посадке. Ну это все хорошо. И со временем субстрат, который внизу, он разлагается. Потому что это кора, это все натуральные такие ингредиенты. И начинают спрессовываться, слеживаться. И создает такую железобетонную, железобетонный слой, который не дышит. И орхидеям очень сложно. Поэтому мы создаем внизу много воздуха. И вот эти дырочки для этого делаются. И вот я так много укладываю дренажного слоя из камней керамзита. И сверху опять аэрируемый дренажный слой из кокоса, который прекрасно дышит. Он хорошо впитывает воду, но не спрессовывается. Прекрасно держит свою форму. И корешки очень любят к кокосовому вот этому волокну. Прямо стремятся. Что дальше? Теперь на всю вот эту красоту. Давайте я это сбрызну, чтобы оно было как бы более влажненькое. Потому что мы сейчас усадим туда уже орхидеи. Кокорешки уже будут там внутри. Вот, все. Вот так вот. Смотрите, как у нас получилось. Ну, красиво. Ну, как красиво. Есть люди, которые используют посадки только, например, керамзит. Вообще посадка может быть любой. Итак, для новичков информация. Вы можете посадить в любую посадку. Ну, самое главное, придерживаться принципа аэрируемости, чтобы субстрат дышал. Это может быть и кора, это может быть керамзит, это может быть закрытая система. Это корни вообще могут расти без субстратов. Самое главное, это тот уход и содержание, который вы обеспечите орхидеем после того, как вы посадите в ту или иную посадку. Посадка выбирается, то есть ингредиенты и сам стиль посадки, сложность посадки, что вы используете, как вы это используете, каким образом садите, какие выбираете горшки, с отверстиями, без отверстия, закрытая система. Все это зависит от вашего микроклимата, той местности, в которой вы живете и, скажем так, личного микроклимата того помещения, где будут жить орхидеи. Там дом, квартира, где вы там будете их содержать, теплица, возможно, у вас есть, там терраса отапливаемая и так далее. Это очень все важно. Вот посмотрите, у меня сейчас дома на дворе февраль 30% влажности, это в этом помещении, у других вообще 20-22%. Это очень низкая влажность и всю зиму такая влажность будет низкой, потому что работает система отопления, которая высушивает воздух в наших квартирах. Для полинопсисов надлежащая влажность не ниже 40%. Конечно, им тяжело, конечно, им тяжело, поэтому я делаю посадку влагоемкую, но с отверстиями, с небольшими, немного отверстиями. Потому что у меня есть уже орхидеи, которые посажены в горшочке, где много отверстий, я замучилась, они очень быстро пересыхают. Очень быстро пересыхают. Поэтому вот это вот как бы опытом, ловите, ловите, обращайте на это внимание. И это все приходит с опытом. Что мы делаем теперь? У нас есть крупные корины, которые мы укладываем сверху. Крупные корины мы укладываем сверху. Всегда. Я так делаю, мне так нравится. И орхидеям, кстати, тоже. Потому что понятно, что мне нравится, потому что орхидеям нравится. Это же очевидно, да? То есть вы меня понимаете же, да, надеюсь? Если вам что-то непонятно, если у вас есть свое какое-то мнение по этому поводу, то, ну, скажем так, в достойной форме я жду от вас комментариев. Вы прямо смело задавайте вопросы. Я тут замучу сейчас на днях телеграм-канал, и мы будем там с вами общаться в более как бы близкой форме, скажем так, более мобильной. Все, я это сделала. Вот у нас что с вами получилось. Смотрите, у нас слоеная посадка. Слой камня-керамзит. Слой кокосовое волокно. Слой крупной коры. Что такое крупная кора? Это кора фракции где-то 15, ну, 20 тут, конечно, нет. Ну, 15-18, где-то так. Ну, 15-17. И теперь мы с вами будем садить орхидейки. Ну, сначала мы с вами давайте посадим орхидею, которая вот с хорошими корешками. Примеряемся. Вот теперь понятно, да, почему я использовала вот такой высокий стакан. Посмотрите, сколько всего. Ну, понятно, что присядет волокно, но одна треть это будет прям вот только аурируемые слои. Их три. Первый слой камни, второй это волокно и третий крупная кора. И орхидейка вот так присядет, посмотрите. Она прям вот прям как раз. И потом ей есть куда расти и как раз таки туда, где есть воздух. Я готовлю грунт. Я взяла уже сухой мох, это не живой мох, это сухой. Но вот смотрите, видите, он с зелеными шишечками. Он будет расти. Если ему будет влажно, он все такое свойство есть. Вот он сухой вроде бы. Но на самом деле он вот спустя какое-то время в том субстрате, который будет влажный, он будет компонентом этого субстрата, он начнет расти. Мы его немножечко намочим, потому что он совсем сухой. Нельзя, чтобы мох был сухой. Почему? Потому что в субстрате сухой мох будет оттягивать на себя воду от всего, от корышков в том числе. Поэтому там, где у вас субстрат состоит из большого количества уха, надо немножечко, чтобы чуть-чуть было влажненько. Все, мы его намочили. И сейчас будем готовить смесь. Ну, смешать мне вот два компонента вот этих будет невозможно. Это у нас что? Это у нас тут мелкая кора и мух. Я не буду использовать здесь триферм. Не вижу необходимости. И так все прекрасно будет расти. Просто дорогой, как крылот самолета стоит, правда, ей-богу. Я не хочу вот это вот его использовать в тех посадках, где, ну, так, ведь так хоркеты и хорошо растут. Мы будем использовать там, где ослаблены и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все. Кра-со-та. Ну, и сверху я укладываю всегда камушки. Всегда. Это целый медитативный для меня процесс, поэтому я его сейчас показывать на камеру не буду. Я люблю прям поковыряться, посидеть, повыкладывать. Эти камушки каким-то повыбирать. Для меня это прямо, знаете, поздоровительный какой-то процесс. Ну, приступим к посадке второй орхидеи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы посадили с вами две здоровые азиатские орхидеи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok